всем привет с вами я и вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу вам показать свою версию чрезвычайно популярного по ту сторону океана сэндвича как вы уже поняли из названия речь пойдет о сэндвиче кубана я признаться честно небольшой любитель подобной еды и если бы ни одно обстоятельство вряд ли бы стал снимать этот ролик некоторое время назад я пересмотрел в очередной раз фильм повар на колесах а в нем напомню этот самый кубинский сэндвич играет довольно таки важную роль и мне подумалось а почему бы не снять видео ведь это же не примитивный бутер в стиле нарезать и съесть тут можно проявить фантазию один из самых важных моментов это то что в рецепте используются сразу два вида мяса но вернее мясо одно свинина но используются варенокопченые и запеченная запеченная по типу буженины вот это у меня просто обалденный кусок окорока его надо забариновать вчера объехал все окрестные магазины ничего подобного не нашел пришлось пилить к знакомому мяснику на рынок и заказывать судя по свежести этого мяса по ощущениям тактильным еще вчера вечером эта свинка хрюкала важно выбрать такой кусок мяса чтобы на нем был хотя бы небольшой слой сала ну хотя бы миллиметров пять лучше конечно в сантиметр сначала маринад мне понадобится белое сухое вино хотя сначала давайте к перечень продуктов миновать буду в пакете поэтому расход маринада очень небольшой ну вот так вот хватит я думаю если берете мариновать какую-нибудь кастрюлю то маринада понадобится конечно гораздо больше да и вертеть нужно будет мясо регулярно чтобы она равномерно промариновалась теперь соль и оливковое масло достаточно много оливкового масла как вы все помните большинство ароматических веществ жир растворимый и масло в маринаде позволит равномерно распределить ароматы по всему куску обязательно чеснок если торопитесь и мариноваться ваше мясо будет недолго не больше четырех часов то лучше конечно резать я планирую все сделать с толком с чувством с расстановкой поэтому просто раздавлю и вот сюда я буду мариновать мясо сутки за 24 часа из раздавленных зубков чеснока все ароматы и в маринад и соответственно мясо попадут на вот очищать мясо перед запеканием от цельных зубков чеснока значительно проще чем от нарезанных так орегано щедро так наверное добрую такую чайную ложку с горкой и сок цитрусовых лимончик лайм давай 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 как лайн совершенно обалденно пахнет когда его давишь потому что ты вот эфирные масла которые в его цедре находятся или просто совершенно фантастические и апельсин будет у нас свинья в апельсинах был наверно использовать классно сюда красные такие испанские померанцы по-моему не называются они наверно для маринада даже получше подойдут но что-то не было их сейчас продажи собственно все перемешивание сейчас только для того чтобы соль окончательно растворилась и смешалась с вином и соками цитрусовых еще петрушка и все маринад готов но вы ориентируясь на свой вкус можете добавить сейчас еще что-то свое пофантазируйте пакет пучок все вот эти вот выдавленные в цепи просто уйма вкусов и ароматов теперь мясо отлично ну и заливая все маринадом остается выгнать лишний воздух и запечатать и в таком вот видео беру холодильник на сутки если вам не втерпешь оставьте мариноваться при комнатной температуре но хотя бы 4 часа хотя сами понимаете что за сутки то мясо пропалинуется гораздо лучше до завтра доброе утро приступаем и так вот у меня замечательно промариновавшийся кусок мяса и сейчас его надо запечь до готовности все лишнее убрал по мере возможности так что в духовку его сейчас но для точности в гоню щуп термометра температура в духовке 170 градусов а сколько времени займет запекание до достижения внутри куска 70 градусов не знаю вот настроить термометр и посмотрим так целевая 70 лично а вы что до сих пор не заказали себе в интернете девайс подобного типа зря очень удобно запахи стоят просто сногсшибательные всего этот кусок мяса у меня запекался почти два с половиной часа дайте-ка попробовать кусочек чудовищно сочное мясо это заслуга того что она не было мороженое надо еще раз заехать мяснику и большое спасибо им передать так что насчет вкуса обалдеть просто обалдеть он за счет большого количества кислых веществ маринада то есть соков на счет вина такой кислинкой то есть извините это конечно же не привычная нам буженина за счет как раз таки вот этих вот кислых привкусов и привкусом ароматных трав не могу держаться фантастика такое мясо можно без всяких сэндвичи куба нас есть но она в первую очередь кислит и в сэндвиче будет просто фантастика ну и конечно если есть его я думаю в осыщем состоянии тоже будет здорово очень очень вкусный кусок однако давайте уже приступим к сборке сэндвича для начала надо поджарить на сухой сковородке парочку ломтик вот этого замечательного варенокопченого окорока вот сюда пусть обжариваются а рядышка можно пристроить хлеб чтобы он и на разрезе был поджаристый пользуйтесь только острыми ножами чтобы срез не крошился на сковороду его эти ломтики уже пожалуй можно снимать пока хлеб подрумянивается можно напластовать мясца вот такой вот здоровенный кусок замаринованного затем запеченного окорока может спокойно лежать в холодильнике если конечно закроете его на амбарный замок а как только захочется горячего сэндвича нарезаете поджариваете собираете сэндвич и наслаждайтесь мне кажется нормально зарумянил сюда запеченное мясо тоже нужно слегка подрумянить перед сборкой бутера вот сюда тоже на сухую сковородку все быстро буквально полминуты на каждую сторону сюда надо нанести американскую сладкую горчицу вот так вот щедро на хлеб укладываю подрумянинный вареный копченый окорок что тут у нас но еще немного на второй стороне конечно для идеального сэндвича кубана нужен все-таки ростер но это тот который с двух сторон одновременно жарит две пластины такие знаете раскладывающиеся в испаноязычных странах их называют планча но у меня его нет поэтому буду выкручиваться как получится как я уже хочу есть вы не представляете так теперь сыр несколько ломтиков и немного маринованных огурцов надо их тонко нарезать сюда их отлично открываю куском смазанным горчицей от плиты такой жар идет я уже весь мокрый и вот теперь если вы хотите получить настоящий сэндвич кубана обильно смазывайте сливочным маслом как следует да вот оно и вот теперь сэндвич надо подрумянить вниз тоже масло надо конечно не забыть чтобы хлеб стал красивым и хрустящим снаружи счастливчики проделают это на ростере я буду использовать две сковороды верхняя сковорода кстати очень горячая вы скажете димыч какое-то извращение да согласен извращение но по-другому к сожалению без ростера мне удачи не добиться на вот он результат слышите будет хрустеть анутис оркестр играет тушь супер сочетание кисло-сладкий скорее сладкий маринованные огурчики горчица тоже сладкая под копченый окорок поджаристый хрустящий и очень нежная свинина тоже окорок понятно только запеченный очень сочный красота и масло которое на поверхности этой булки оно тоже дополнительную сладость придает прям красота кто-то не скажет можно было быстроты добавить наверное да может быть можно было добавить сюда перцев халапе немалинованных не знаю но вот это вот очень хорошо извините как вы увидели сам сэндвич готовится очень быстро буквально за 5-10 минут можно все поджарить и собрать вкусный завтрак так что все чем надо заботиться это загрузить за благовременно в холодильник такую вот кубинскую пуженину так что подумайте об этом спасибо за компанию и всем пока включайте все